доброго утра всем кто присоединяется сейчас доброе утро сейчас нам будет у нас будет все больше и больше и потом я начну тогда раскрывать сегодняшнюю тему и отвечать на ваши вопросы человек там 30 хотя бы наберется московское время 846 я щепетеринка времени поэтому все точно и вовремя и по расписанию друзья как меня слышно дайте мне обратную связь доброе утро елена нова пусть напишет как со звуком дела как вы меня слышите слышно хорошо так отлично но задержка у нас есть все равно некоторые тему которая сегодня обещал раскрыть называется семейный сценарий надеюсь что вы уже немножко в курсе что это такое для тех кто слышит это название первый раз я лишь повторю эту мысль семейный сценарий это такое не до конца осознаваемый пласт вашей психики по которому вы строите свое межполовое поведение как в браке так и до брака но самое мощное раскрытие семейного сценария происходит тогда когда у вас появляется семья когда вы вступаете в брачные отношения потому что есть разница между отношениями в браке и есть разница официальном и есть разница между браком который неофициальный дали гражданский брак у меня много было примеров клиентов которые много лет жили в гражданском браке не имели никаких проблем но после заключения официальных отношений вдруг раз что-то такое происходило и отношения разваливались на самом деле просто еще сильнее раскрывался семейный сценарий поступило несколько вопросов связи с этой темой и все сводятся примерно к одному это можно да а как собственно осознать этот сценарий как им начать управлять я предлагаю для самостоятельной работы сделать совершенно простую вещь сейчас ничего делать не надо это нам просто будет вам запомните потом если вам интересно это повторить взять листочек бумажки потому что все что вы будете вспоминать своей голове это будет внутри вас как только в эту информацию перекладывайте на бумагу это информация выходит из вовне и вы можете со стороны за ней наблюдать соответственно более адекватно анализировать поэтому берете листочек бумаги формата а4 делите его пополам в левой части пишите те поступки тот характер те какие-то события которые были в жизни ваших предков которые вам не нравятся которые вы считаете негативными на вопросы я попозже ваш вот новый вновь поступивший буду отвечать сейчас я просто тему дальше раскрою чтобы всем было понятно что нужно делать или что можно сделать самостоятельно еще раз берете листочек формата 4 9 пополам слева пишите значит информацию о ваших предках желательно до третьего колена ну до четвертого и потому что не все знают информацию там о прадедушках прабабушках но тем не менее вот хотя бы родителей бабушек дедушек и желательно про бабушек прадедушек описать что там не так что в чем их был не успех или в чем их были эмоциональные проблемы ликобы какие черты характера им были присущи вообще чисто объективно которые может быть во первых вам не нравится или вы считаете это большой проблемой допустим бабушка никогда долго не была замужем меняла партнеров или там еще какая-то была трагедия вот все эти факты нужно изложить тем более родители двое бабушек дедушек четверо людей то есть каждому нужно описать вот с точки зрения той информации которой вы о них знаете неважно приятно она вам неприятно но тем не менее есть факты из биографии и самое главное отметить какие-то даты то есть во сколько кто вышел когда замуж во если кто-то развелся то в какое время если была трагедия то в какой период их жизни сколько им было лет это важно все зафиксировать справа вы напишите то что вас не устраивает своей жизни что вы хотите поменять может быть какую-то негативную тенденцию которую вы сейчас видите уже относительно своей жизни у самих себя допустим не получается там замуж выйти или допустим какая-то есть однотипность в жизни которая вас не устраивает не можете там работу найти да это тоже на самом деле проявление мог бы семейного сценария потому что вы чувствуете себя какой-то не такой что-то у вас не так на душе то соответственно это тоже будет влиять дальше ваша задача сопоставлять параллели между вашими предками и и фактами язык биографии и характера и между собой на кого вы похожи здесь я могу дать один ключ который вам поможет более точно осознать эту связь есть так называемый синдром предков это очень такая и синдром годовщины такие явления которые описаны анс шутсельбергер целую книгу на это написала так называется синдром предков и вот есть синдром годовщины так называемый то есть к примеру ваша мама вышла замуж нам 24 года в 30 развелась то есть если в 30 лет для нее развод был трагедией то есть вероятность того что в 30 лет вы тоже получите какую-то неблагоприятную ситуацию эмоционально и она может быть не обязательно связана там с личной жизнью но с какими-то переживаниями потому что семейный сценарий он влияет как программа и вот даты выхода замуж дата каких-то событий и даты возрастные очень сильно влияют на последующих потомков и можно сопоставлять эти вещи следующий ключ который вам я надеюсь пригодится заключен в том что вы должны помнить как какой по счету вы ребенок то есть если вы родились первые у мамы вы знаете что до вас не было никаких абортов там или каких-то таких вот ситуаций то значит вы номер один соответственно соответственно с вероятностью 99 процентов вы будете и у наследовать эмоциональную информацию от прегка который имел номер один также в своей родовой системе то есть пример если ваш папа тоже первый родился у его матери у вашей бабушки то соответственно скорее всего будете на него похожи а мама допустим была вторая а вы первые соответственно вот номер один но если у мамы есть старший брат примеру то есть вероятность того что и от него вы что-то тоже можете унаследовать то есть вот эти вот математические вещи очень тоже мощно влияют и соответственно ваш анализ и сам анализ себя и своей жизненной ситуации может быть направлен четко в заданное русло то есть вы сопоставляете сначала просто общие характеристики как вы понимаете напомню это второе смотрите пересечение этих характеристик с собой что так что вам не нравится вспоминаете даты каких-то событий у своих предков и еще самое главное имейте ввиду какие вы по номеру то есть если вы 3 родились допустим семье соответственно смотрите кто там из ваших предков был 3 мама папа бабушка дедушка и так далее и сопоставляйте параллели между собой смотрите на даты в каком возрасте что у них происходило даже бывает иногда прям по датам по датам месяца совпадает и дня это все очень интересно это знаете какая такая вы станете шарлок холмсом на какое-то время но зато вы лучше понимаете себя так вот когда вы провели эту аналитическую работу и лучше это делать не за один раз потому что один один раз все сосредоточившись выписав все эти даты у вас может уйти на это как минимум час времени но потом лучше эту работу оставить и через день через два через три к ней опять вернуться либо позвонить предкам и что-то спросить чего вы не знаете по тем данным по тем числам допустим когда бабушка родилась умерла в каком возрасте и так далее потому что это тоже все может влиять если у нее какие-то были события вы допустим не знаете но знают ваши родители то поподробнее расспросить их о том что произошло в их жизни тем более если их уже нет на свете да и напрямую спросить невозможно есть еще конечно более запущенные варианты когда вообще ничего не известно да когда там биологический отец никогда не жил и никто не в курсе да где он и что он все равно какие-то данные через кого-то можно получить потому что сейчас есть полно фирм которые оказывают эти услуги поиск родственников анализ родовых так сказать родового дерева и тогда когда вы будете понимать откуда вы родом что за родня чем люди занимались и так далее в какое время что у них происходило тогда вы будете понимать лучше себя так вот сделав эту аналитическую работу проведя ее у вас появляется возможность того чтобы что сделать посмотреть на это со стороны так же как когда вы рассуждаете по поводу какой-либо ситуации вашей жизни отдельно взятой примеру да в этом что-то сделали получилось какое-то неблагоприятное событие допустим дали деньги в долг кому-то а потом вам не отдают никогда и вы делаете выводы на будущее либо я больше в долг не даю либо даю под четкую расписку с процентами и так далее не боясь потерять там эту сумму денег в принципе либо примеру делайте себя за рук что я больше с друзьями там никакого бизнеса не имею потому что дружба закончится после этого это все уже некие выводы идут с точки зрения работы с семейным сценарием происходит все то же самое только это более кропотливая работа и она завязана не на одну ситуацию на множестве ситуаций представляете если вам там 30 сейчас 40 лет и вашей жизни или там 50 произошли какие-то события то ваших предков к срок жизни который был еще больше чем у вас на данный момент времени опыта жизненного гораздо больше он может быть как со знаком плюс так и за со знаком минус поэтому это работа которая достаточно длительная поэтому я говорю что за один раз и вряд ли получится сделать и в общем то здесь не нужно торопиться потому что торопливой ногами оступиться или вы не уловите какую-то ценную для себя информацию так вот еще раз да напомню что когда вы это все дело выписали вы со стороны можете на это посмотреть и сопоставить факты определенные уже от одного этого становится легче потому что когда мозг ваше сознание видит сопоставление между вашей текущей ситуации ее математики и своим предкам эта цепочка с точки зрения эмоций начинает уже нейтрализовываться потому что когда вам с вами что-то происходит и вы не понимаете почему у вас возникает что раздражение там на себя на эту ситуацию и ощущение бесили что вы не управляете когда вы понимаете что эта цепочка там неких негативных событий связанных не только с вами с вашими предками а у них там может быть еще это мощнее было чем у вас эта цепочка из вашего подсознания переходит сознание и таким образом разряжается то есть эмоциональный заряд виде некой загадки который вас тянул вниз перестает это это перестает происходить и соответственно негативный сценарий он уже обрывается вот потом очень важный критерий если вы находите негативные черты у ваших предков которые вас раздражает вам не нравится примеру поведение их или какой-то их выбор которые не делали вот очень важно не испытывать негативных эмоций по отношению к их поступкам даже если они были направлены на вас допустим папа вот там оставил маму когда вам было два года на вы можете к отцу негативно относиться потому что мама вас могла этому обучить что он папа козел сволочь и так далее и вас этот осадок остается что вас этому отношению научили так вот для того чтобы разблокировалась ваша личная жизнь после этого нужно освободиться от этого груза то есть сознательно убрать это те претензии эмоциональные которые вас могли на сегодняшний день остаться и вопрос тогда к вам что после этого начинает происходить когда вы отказываетесь от негативной оценки поступков ваших предков нам не вашим папа мама там или бабушка или дедушка что происходит тогда что возникает попробуйте ответить на этот вопрос потому что мне интересно вы тоже сами соображали они все слушали то что я говорю и попытались это там сразу захватить как готовый рецепт на лучше человек материал осваивать тогда когда он через себя у пропускает и пытается найти ответ на к на вопрос который я задал так вот пусть первых напишет что-то возникает после того когда начинают сниматься претензии и это будет критерий того что вы правильно эту работу сделали и тогда стресс и полученные от предков они вас не тянут болото до не тянут в прошлое они вам наоборот корни вас начинает питать то есть вас двигают вперед потому что рот это мощная энергия и энергия как может быть со знаком плюс для вас так и со знаком минус лучше чтобы она была со знаком плюс для этого нужно с корнями иметь правильное отношение потому что хуже когда их вообще нет и вы тогда бесконтрольно живете и не знаете почему вас что складывается не понимаете кто выйти в то вы есть и что внутри вас содержится так спокойствие так свобода и легкость перекат 88 что еще какие есть варианты что самое главное происходит и это будет критерием того что вы правильно про провели эту работу и не придется возвращаться на перекат невозможно точно любовь безусловно то есть когда вы начинаете любить чувствовать любовь к тому предку которому было раздражение или к его каким-то поступком например кто-то вас по бороду не дай бог там повесился да такое тоже может быть вы думаете о какой идиот да соответственно таким образом вы дальше запечатывать эту энергию и на самом деле в том или ином виде вы ее коснетесь когда у вас вдруг блин какой-то кризис такой душевный возник и когда вам самой или самому захочется повеситься но вы будете не понимать взаимосвязи между той ситуации и этой а когда вы понимаете испытывать x некое прощение и состояние любви к тому человеку который даже добровольно ушел жизни по каким-то его причинам может быть до конца неизвестным то у вас рождается состояние любви как вариант того что как бы этот этого греха больше внутри вас нет то есть его какие-то ошибки они на вас не влияют все что вы пишете с легкой свобода принятия да это все верно но самый главный критерий состоянии любви таким образом все родовые проблемы любовью что делают нейтрализуется и вот дед видите вот попал да у кого-то дед повесился на перекатываю тоже пишите вот для того чтобы его состояние его ошибка его выбор на вас не влиял на вашу жизнь по отношению к деду у вас должно быть состояние любви и прощение его каких-то поступков тогда депрессия там в его возрасте где которым не произошло потому что как правило сути всегда депрессия вас не коснется вам не надо будет еще раз проживать эту ситуацию для того чтобы ее жить вы займетесь ее профилактикой и вот так вот со всеми негативными событиями которые были то что позитивные события себя проявить сами то есть если ваши родственники любили жизнь были успешными там или что-то такое хорошее для общества делали вам это все в трикратном размере вернется поэтому очень важно типичная ситуация все кто-то развелся это была какая-то трагедия или кто-то кого-то обманул то вот этот обман надо простить и этого человека простить потому что он к из действовал сходя из каких-то своих мотивов можно до конца меню и ими не управлял ну как правило естественно если люди совершают ошибки там изменяет там еще какие-то моменты делают там преступного характера у них всегда это не от счастливой жизни происходит а для того чтобы ваше состояние исправилась нужно проработать эту ситуацию со своими корнями а делается это совершенно достаточно просто то есть еще раз напоминаю весь алгоритм работы проанализировать сопоставить факты сопоставить даты посмотреть глубоко информацию которую раньше была вам недоступна то что вы и особо не интересовались позвонить маме папе там бабушки и дедушки если дай бог они живы и что-то выяснить для по датам посмотреть кто каком месяце родился у кого когда была свадьба у кого какие-то были неблагоприятные события узнать кто вы по номеру точно то есть если вы первые уверены дату проблем никаких нет если были аборты какие-то там или события то значит или там выкидыши допустим от вас это просто скрывали то ваш номер порядка в системе он другой и вот четко должны знать да какой он должен быть может вас родили за место какой-то там жертвы примеру мама там у него не получилось родить там ребенок мертворожденный был эту информацию скрыли чтоб не не возвращаться потом через пару лет родили вас и вы все время живете в какой-то стаске и депрессии а это как раз связано с тем что у вас заместили то есть вас родили чтобы закрыть эту боль душевную еще раз себе сказать что я что-то могу это дать типа не переживать особо сильно вот таким образом вы как бы играете роль заместителя вас время тянет или быть серьезно заболеть чем туда и либо вляпаться в какую-то нехорошую историю вот и когда вы это понимаете и отрабатывать эти эмоции то тогда эта проблема исчезает и жизнь все с точки зрения математики достаточно просто из точки зрения душевных процессов вот собственно есть вдруг самостоятельно это сопоставить невозможно вы не можете это разобрать то тогда не стоит мучиться всегда и смысл обратиться к профессионалам но я привожу простой пример да можно делать ремонт своем доме своими руками как советское время многие делали там не нанимая никаких сотрудников еще профессионалов а можно так сказать лучше потратить некоторое количество денег нанять профи которые сделают вам хорошо и вам не придется это переделывать все достаточно просто вот но некоторые тяготятся самостоятельно решать свои проблемы это конечно хорошо но не всегда эффективно потому что для этого надо много лет этому посвятить читать тонны литературы посетить тонны тренингов и неустанно не усыпно собой работать а можно нет профессионального тренера который вам поможет как это сделать достаточно быстро эффективно и так сказать с хорошим результатом который не будет отдаленной до который вы сможете пощупать здесь и сейчас вот так но это вот основные вещи которые могу вкратце вам изложить сейчас я посмотрю там куча вопросов поступила так 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 но в основном конечно вы спрашиваете как не повторять я вас сейчас все это объяснил так вот фифку фуку спрашивал если родственники за замалчивают ну во первых всегда есть вероятность того как их разговорить есть такой способ называется стакан вина приходите наливаете там какой-то там антураж создаете когда у людей язык развязывается на либо так с ними говорите чтобы они уже не отвертелись это раз второй вариант когда допустим родственников и вообще не знаете они там все умерли так далее есть специальные фирмы которые занимаются поиском родословник когда под не ищет документы какие-то были где ваши родственники были прописаны где они жили и раскапывается вся их история и таким образом и там даже вы узнаете много очень подробной информации о том кто ваши были предки у меня где-то я эту работу год вел да я на 300 лет нашел родственников и узнал всю информацию естественно никто из моих живущих предков об этом вообще не знал очень интересно много чего открылась просто потрясающий плац скрылся да кто были мои предки откуда они родом каково их происхождение чем они занимались о чем они думали сколько было людей сколько это тоже кто жил ну это все очень очень интересно это кропотливая исследовательская работа по архивам по всяким церковным книгам и так далее если вам это будет вдруг интересны то я скажу что это очень полезно поэтому не не поленитесь найдите специалистов которые вам за определенные деньги это все сделают но это где-то на год примерно вот срок примерно такой может быстрее получится можно даже больше получится все зависит от рода поэтому если вы создали намерение осознать себя увидеть свое свой семейный сценарий и его улучшить вы эту работу сделайте просто нужно время на это да и разные инструменты здесь вам в этом в этой ситуации могут быть в помощь соответственно вопросы как последует неудачному сценарию своих родителей я уже вкратце ответил да сопоставить посмотреть и разрядить что когда для вас это не тайна и вы не осуждаете имеющиеся факты в вашем распоряжении вы считаете там своего предка который совершил какую-то ошибку обманул бабушку примерно там да или еще что не сделал идиотом да или не осуждаете его на вас это перестает влиять когда у вас осуждение вас ему научили все вы извините заложник этой ситуации и все что на что мы раздражаемся что мы отрицаем мы этим не управляем также в быту допустим вам не нравится какая-то черта характера какого-то человека там сотрудника какого-нибудь все у вас не будут негативные отношения и каждый раз когда вы видите вы на него будете подобным образом неадекватно реагировать а когда вы осознанно меняете к этому отношения на вас это больше не влияет как говорят мастера восточники на борц если ты раздражен тебя уже победили а если ты с любовью смотришь на этот процесс и сосредоточен да то тогда победителем будешь ты так расстановка она да но где-то может помочь где-то нет потому что остановка это все-таки расстановка на метод остановки это разовая работа в основном ну хорошо если вы несколько раз ходите и будете скрывать какие-то вещи но иногда можно взять лишь только бумаги и расставить это все дело самостоятельно то есть проанализировать просто факты ключи для анализа я сегодня вам уже дал поэтому таким образом вы можете существенную часть работы сделать самостоятельно и посмотреть на ее результат если он будет недостаточен тогда конечно есть смысл привлечь как искал специалистов и вперед как говорится из песни книги какие ну книг-то очень много по работе именно вот с родом с родовым сценарием почитайте аншуцентбергер очень интересно пишет понятно что там не даются профессиональных ключей найти по крайней мере рассуждение на эту тему синдроме годовщины уже может многое вам подсказать и навести вашу мысль в здравое русло так все посмотрю ваши вопросы которые ранее поступили так опять неудачный сценарий многие вот светом спрашивают да некоторые мужчины плохо относятся если девушка росла без отца но в чем ее вина то вины ты вообще нет вот моя жена супругу тоже без биологического отца выросла это не это абсолютно не никакая не проблема если некоторые как вы пишете мужчины плохо к этому относятся это проблема этих мужчин самое главное чтобы вы сами к этому плохо не относились а сценарий можно сформировать если вы перед глазами не было сценарий межполового отношения то это может иногда и хорошо то есть вашу голову не замудрили какие-то ошибки соответственно вы можете с нуля построить то что вы хотите и как вы это хотите до прибегая там не знаю может быть помощи какой-то литературы или действует интуитивно поэтому это вообще не проблема то может даже и плюс так так евгений общинникова пишет вопрос артем добрый день моя бабушка жила одна меняла мужчин а потом и дедушек при этом пишет что она жила одна женщина который меняет мужчин она живет одна это какой-то парадокс небольшой да вы не находите даже в тексте моя мама прожила с отцом 13 лет и развилась мы с сестрой по сей день не могли выстроить отношения мне 32 сестре 34 мне вопрос что и как нам можно изменить своей жизни можно изменить все просто нужно увидеть эти параллели ну все очень просто то есть когда бабушка начала эту деятельность по смене мужчин чем она была связана то есть может быть еще раз говорю там была какая-то мощная обиду у бабушки на первом мужа до или какого-то бойфренда который просто кинул в подростковом возрасте такой тоже может быть и даже эти травмы иногда не отрабатывается потому что как правило кто-то кого-то оставляет у всех такие истории есть но они способствуют развитию платонического чувства любви и толкает само состояние любви выше в зрелость это в норме но бывает того что человек застревает на этой обиде и вообще перестает кому-либо доверять и потом из мести начинает менять партнеров таких вариантов очень много то есть казалось бы смена идет декорации очень быстро казалось бы бурная личная жизнь но на самом деле это все из-за ненависти делается таких вот очень достаточно много вариантов я на консультациях встречаю поэтому вам нужно распаковать какие эмоции были у бабушки с чем это было самый первый факт посмотреть в каком возрасте это произошло и чем это было связано если вы увидите что то что я сказал примерно попадает а интуитивное чувство что там скорее всего так то тогда надо что сделать проработать образ бабушки простите все эти вещи полюбить ее даже если она ушла из жизни и тогда это перестанет на вас влиять вы вдруг почувствуете себя более окрыленными более любящими и сами себя будете воспринимать более позитивно вот очень простой ключ и простое решение вашей ситуации то вопрос такой как не повторить все следующие да это елена бондарева спрашивает семейный сценарий по материнской линии 4 и и 5 поколения у бабушек так умирали первые мужья за третье поколение у бабушки первый муж оказался жена дважды и она от него ушла с ребенком у мамы с первым мужем она развелась и вышла замуж за второго забеременела он не изменил и ушла от него с ребенком вышла замуж опять за первого так вернулся у меня первый брак и у мужа проблемы с долгами уже уходила семьи на два месяца сейчас вернулся обещал все долги отдать и выйти на работу на 5 пропал чувствую что повторяю чужой сценарий тут надо распутывать и лена то есть достаточно такая вот немножко сумбурное может быть изложение фактов ваших да надо смотреть от чего они умирали кстати да может на войне погибали да или еще какой-то какие-то вещи происходили это все разные сценарии вот реально разные то есть надо смотреть что именно было вот и как какого вы там папы это тоже там от 1 лет сарова тоже или от 3 мы об этом можем ничего не знать это тоже влияет поэтому здесь вот я однозначно быстро не отвечу потому что есть много вопросов сразу на вашу историю не знаю ответы на которые я не могу вам дать точную наводку что надо делать поэтому собственно тут ведь и вот вопрос денег если вставить иногда это действительно эмоциональные долги потому что деньги это энергия и если энергии не хватает будут долги формироваться а если с энергии в балансе все хорошо то есть вы по отношению к вселенной делаете позитив и добро отдаете в эфир как я сейчас это делаю то вам вселенная всегда возвращает в виде каких-то позитивных событий и как правило финансово благосостояние поэтому хотите больше денег до больше любви продюсируете больше в мир отдавайте сценарием еще раз надо все на бумагу вам будет выписать да потому что выписать именно проследить по срок по срокам по датам по по качеству да потому какая вы по счету и так далее сопоставить эти факты то есть привести более точно аналитическую работа и тогда может быть какой-то ключик покажется основной из-за чего все это дело началось потому что без поиска вот этой эмоциональной причины и отработки и хорошего результаты естественно не будет так сейчас посмотрим еще вопросы то то лавенко спрашиваю здрасте моя ситуация такова мои родители всегда ругались отец уходил потом обратно приходил они развелись разошлись но сейчас они также живут вместе постоянно ругается так вот и и моя семья живет по этому же сценарию муж приходил уходил я подала на развод и он опять живет с нами как избавиться от этого я не хочу чтобы мои дети повторяли здесь же вот опять елена кстати пишут не подобная ситуация здесь ситуация как правило связано с детскими уже травмами то есть если вы жили в такой атмосфере вы к ней привыкли и вы внутренне конечно же любой ребенок если вокруг него постоянно ругань стоит он как на пороховой бочке живет соответственно это очень плотно садится в подсознание и очень негативное поле формируется семейного сценария который вы потом повторяете почему потому что вы ничего другого не знаете вас нет других эмоций соответственно чтобы выйти из-под влияния этого сценария нужно работать с прощением родителей и с переработкой этих психотром которые они своим поведением олицетворять эта медитация поручения очень хорошо помогает у меня в курсе исцеление силу рода у меня это все дело есть поэтому welcome скачайте курс поработать и так далее все будет недостаточно вперед сказать может лично обратиться там ко мне или еще кому-нибудь и вам помог эти вещи сделать так тоже как предотвратить так 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 у меня вопрос по поводу маменьки сынками мужьями в браке как стройте будучи с такими людьми мельникова ксюша ксюша спрашивает значит друзья это один из самых сложных вариантов сложных плане коррекции потому что если человек маменьки сынок или мама влияет на его поведение она всегда будет лезть вашу семью вот всегда поэтому очень важно для того чтобы не вляпаться в это дело сразу до брака провести эту черту если мужчина будет согласен во-первых жить на отдельной территории реализовывать тот сценарий который вы совместно придумали то есть примеру в этом так то отдыхаете то то делаете туда-то тратите совместные деньги если вы вдвоем работаете то есть это все с точки зрения от моей книги секрет успешных семей просто берете четыре сферы прорабатывать если они прорабатываются и мужчина готов сделать этот рывок навстречу то тогда да есть вероятность того что ваша семья сложится благоприятно если этот мутный вариант со стороны хорошей так сказать мамы прослеживается что она все время там в курсе и сын если что плюет на вас там ночью может сорваться уехать к маме если вдруг плохо стало это сплошная почва для манипуляции люди конечно годами иногда терпят все эти вещи и живут а потом наконец приходит к так сказать к состоянию того что им надо с этим делом порвать и развестись но это наиболее сложный корректируемый вариант я вам честно скажу но откорректировать его можно то есть вылечить можно но тогда когда человек понимает что у него с этим проблем а у многих мужчин которые себя так ведут они думают что правильно себя ведут и что это очень правильно мама и так далее да это правильно нужно сепарироваться то есть отделиться тогда будучи независимым человеком в полном смысле этого слова вы гораздо больше пользы принесете родителям чем будучи созависимым от их эмоционального состояния поэтому 300 раз надо подумать вступать в такие отношения проанализировать кстати если кто-то есть из питера я через субботу 11 числа буду выступать в питере лекцию проблемах молодых семей об их возможных ошибках которые они иногда совершаются как их исправить поэтому welcome у меня анонс есть в инстаграме можно посмотреть там несколько постов назад там все координаты где приобрести билеты там ох то центр называется площадка время там все указано поэтому может туда посмотреть и зайти на на сайт и соответственно побывать на моей лекции так еще вопросы поступили надо бежать прекрасно похудели до похудела что делать так хочется так только 82 артем а подскажите у меня папа умер когда мне было 9 лет мы сеструю до сих пор не замужем 34 37 лет у мамы были ухажера но мой детский эгоизм не позволил ей построить отношения никогда так не привязала не привязал это к тому что мы одни как думаете если связь что мы с сестрой до сих пор не замужем упал вполне возможно потому что отчего умер папа неожиданно и как вы главное это пережили да вот как именно то есть как вот ну какой-то естественный уход если какая-то длительная болезнь была если какой-то был несчастный случай к этому не никто не был готов и это была мощная травма для вашей мамы к примеру которую она не смогла переработать то вы можете подсознательно бояться замуж то чтобы смерть не повторилась а вот такие вещи бывают то есть мы не лезем в ту ситуацию или панически чего-то боимся можем этого до конца не осознавать для того чтобы просто не повторилась неблагоприятная судьба а сердце да ну все равно как правило эти штуки неожиданные до происходит но опять же бывает и ожидаемы но кто как к этому относится понятно что горе любой человек переживает на вопрос он замкнется на этом горе лет на на 40 до либо там год-два по грим погорюет это нормально но потом выйдет из этого поймет что жизнь прекрасная и удивительность что если человек сейчас на мама допустим живет то это есть ну как бы дар для нее и им по надо правильно распоряжаться поэтому если это была очень травмирующая ситуация для вас и для вашей мамы с этой эмоции надо поработать нейтрализовать и и тогда вы подсознательно не будете бояться замужества страх смерть из этой сферы уйдет тогда дорога откроется и глядишь жизнь наладит поэтому здесь может быть все достаточно просто но также надо посмотреть что было у предков потому что иногда бывает и там подспутная информация которая поддерживает эту конструкцию потому что очень часто я обнаруживаю сочетание психотрам как я привожу пример клиентам то есть если у вас летит один камень то вы можете легко отвернуться от него вам это понятно да там все играли в волейбол баскетбол и собственно движение на встречу вас там одного предмета нового вам предсказуемо а а когда три одновременно летят у вас возникает стопор и вы не понимаете на что реагировать также в подсознании си несколько трамм наслаивается одна на вторую на третью бывает основополагающая трамма бывает пусковая то есть вот они разные функции выполняют некоторые травмы сидят десятилетиями в голове и опять же передались они по наследству и вы просто их копируете исходя из синдрома предков данным не знаете об этом до конца а сверху наслаивается что-то ваше и вот эта смесь горючая до один раз взрывается в определенном возрасте и а таким образом происходят те события которые вам не нравится и для того чтобы из этого сценария вам выйти вся задача состоит в том чтобы осознать эти параллели поработать с их эмоциональной составляющей тогда это перестанет все влиять и откроет свобода творчество потому что рот вас отпустит в негативном аспекте у вас не будет страхов а следует и не будет подсознательных ограничений и тогда вы будете в свободное поле где вы можете делать все что хотите здесь еще один фактор есть важно чтобы человек от синдрома неудачи освободился то есть если женщина много лет не выходил замуж и уже посмирилась с тем что она никому не нужна и такие даже есть уже в 35 лет я никому не нужна мужиков нет то есть такая вера в безысходность то это одно способность закольцевать всю вашу историю и от этого маразма ограничивающего нужно будет освободиться поэтому очень важно да думайте себе правильно и соответственно пользоваться собой правильно управлять собой правильно так же как я все время говорю вы научились управлять руками с помощью рук вы водите автомобиль и принимайте пищу гладите кого-нибудь то есть вы освоили руки эмоции то же самое только вы не видите их но вы их чувствуете и они очень сильно влияет на вашу жизнь так вот если так вот если это освоить освоить управление эмоциями сформировать свой эмоциональный интеллект именно таким каким вы хотите видеть и реализованность точки зрения ваших целей когда вы между своими истинными целями собой не видеть никаких преград и верите в то что они легко и просто придут вашу жизнь что допустим мужчин миллиард даже больше на этой планете и среди них есть свободные мечтающие о любви то вы обязательно встретите того кого надо вот если вот такое положение вещей то это вероятность этой ситуации на 99 процентов выше если вера такая который я объяснял первый раз в вероятность отсутствия этой ситуации тоже 99 процентов поэтому иногда не всегда виноваты предки и не все вы можете с помощью исцеления семейного сценария достичь потому что иногда негатив в голове у самого человека личный персональный и от этого искаженного образа нужно уметь отказаться то есть работать собой для того чтобы вы были тем кем вы хотите стать надеюсь с этим все понятно так сейчас посмотрим что там еще кто-то спрашивает спасибо друзья по семейному сценарию все понятно да то что я объяснил что здесь больше добавить нечего здесь надо брать и работать да то есть копать эту информацию смотреть ее и сопоставлять и анализировать тогда вы получите то что вы хотите и эта тема не будет вас пугать будет вас радовать и вы получите свой позитивный результат если у кого какие то вопросы на эту тему еще остались вы можете мне их задать а пока я расскажу о будущем будущем в плане проведения прямых эфиров я думаю что я это буду делать регулярно но не часто как раньше потому что обстоятельства таковы что я не могу тратить каждый день на это время скорее всего это будет по понедельникам так мы исторически это предложим тематику я буду озвучивать накануне там за день за два за три что вот такая тема задавайте свои вопросы я на них буду отвечать материалов за полгода активном отсутствии в интернете у меня накопилось очень много и в инстаграме сейчас вот этом дома одной теме очень интересная в работе с клиентами стал видеть и осознавать что для некоторых людей с точки зрения эффективности имеет значение понимание того с какой стеки не состоять least какая у них энергия и умение управлять этой энергии потому что мало осознать там просто психологические роли нужно понимать что такое энергетика и как и управлять потому что психология в эту тему не много не вторгаются наоборот даже ее отрицает что на мой взгляд является ограничение хотя они все к из психологи такие доморощенные до некоторые верят только психологические феномены сопротивления и психологических мотивов но все-таки толерантно относится к эзотерическим знаниям, так вот очень важно понимать, кто вы, огонь больше, либо воздух, либо земля, либо вода, это все влияет на ваш образ жизни, а если вы этого не понимаете, то иногда сделайте ошибки с точки зрения вашего образа жизни и поведения, потому что человек, у которого стихия воды доминирует, не может не общаться с водой, если он этого не делает, то есть не ездит на море, к примеру, не наблюдает океан, у него будет проблема, он будет впадать в некую депрессию, тяготись к этому, то что он не живет в своей среде, он не контактирует с этой стихией. Также у человека огня, если он не видит огонь, он будет психованный, он будет дерганный, он будет раздражительный, потому что энергии много, но контакта нет с ним, то есть он ее игнорирует, а она его давит, потому что ему это дано, и он, как сказать, возникает состояние вот этого кипения, да, или раздражения. Вот люди раздражительные, там, восточные, да, у них там больше огонь преобладает, надо научиться с ним общаться, тогда все будет очень хорошо. Поэтому, может быть, в будущем, там, в каком-то недалеком я проведу вебинар на эту тему, как работать с энергиями, как достигать успеха с их помощью, не отрицая психологические знания, просто их дополняя неким инструментариям, которые вам поможут самостоятельно вырастить, вырастить свое самосознание до того уровня, когда вы будете творить свою реальность. И делать ее такой, потому что ограничений нет, все это прекрасно понимают. Ограничения лишь только в черепной коробке, и то, что мы усвоили от наших предков, от своего опыта, или кто-то, какой-то ученый что-то сказал. Ученые разбираются в материальном пласти жизни, и дальше на него не идут. То есть все, ну, как бы следствием они считают, какие-то психические феномены, следствием каких-то там обменных процессов в головном мозге. Хотя это ошибка. Наоборот, психические феномены являются следствием. Все понимаете, да? Но для этого точка взгляда должна быть из психики, а не из материи. Если изучать только одну материю и пытаться освоить психику из материи, то будет ошибка. Потому что воспринимается только пласт физической реальности. А она гораздо шире. То же самое, что существует куча радиостанций, которые вы в своей голове не слышите. Вы берете радиоприемник, настраиваете на определенную волну, и вам слышно становится. То же самое, наша душа может воспринимать эту информацию, когда вы на нее настроены. Но, во-первых, надо, хотя бы, поверить, что это есть, и тогда вы начнете это воспринимать. Но и надо быть еще немного адекватным человеком, потому что уметь отстраняться от этого дела. Потому что если только в эзотерическом мире жить или виртуальном, крыша поедет, как говорится, и вы станете клиентом психиатрической клиники, но никакой пользы для себя вы от этого не получите, кроме нервного расстройства. Так, какие-то вопросы еще поступили. Но это все надо систематизировать и в виде вебинара серьезной работы предоставить. Потому что в прямом эфире я распаковать эту тему, тем более передать это состояние, вряд ли смогу, потому что это будет ошибкой. Я не вижу, кто у нас там принимает участие, не имея обратной связи нужно. Так, у мужа пунктик по поводу измен, потому что его отец и именно матери прожил 5 лет, и они развелись. Он абсолютно уверен в том, что будет верен и не повторит ошибок отца. Вот такие, кстати, наоборот, очень часто повторяют эти ошибки, того не хотя. Если у вашего мужа есть пунктик на эту тему, он зациклен, посмотрите, не было ли в вашем роду подобных вещей. То есть вы, может быть, сознательно не переживаете за это, но в роду кто-то кому-то изменил. То есть эта травма тоже присутствует. То есть вы нашли друг друга, два сапога пара. Поэтому нужно будет работать не с его травмой, а с травмой своего рода. Когда вы отработаете, иногда очень интересные феномены происходят. Вдруг партнер меняется. Потому что вы, живя рядом с ним, а он, сделав выбор в сторону жизни с вами, начинает испытывать на себе все то, что вы наработали, и таким образом вы можете на него влиять. То есть влиять на партнера можно только через себя. Не путем манипулирования им, а путем работы над собой. А со своим родом вы имеете право работать на тысячи процентов, и никаких запретов здесь нет. Поэтому, меняя себя, вы меняете мир вокруг себя. И если вас это беспокоит, и видите эту негативную тенденцию, значит загляните в себя, нет ли ее у вас сначала. Вероятность того, что вы там ее найдете, равна 100%. Это уже из опыта. И если вы внутри себя ее проработаете, осознаете эти вещи, то у партнера произойдут качественные изменения в его психическом состоянии. Вот, собственно, и все. Так. Тем, подскажите, как повзрослеть? Вижу себя сейчас 12-14-летним подростком, хотя уже давно прошла этот физический возраст. Ксюша Мельникова. Таких людей очень много в этом мире, которые на самом деле, даже будучи 40-летним, ведут себя как подростки. Потому что у человека есть два возраста. Есть биологический возраст, паспортный возраст, а есть психосексуальный. То есть, то, как человек проявляется в межполовом смысле. Для того, чтобы естественным способом повзрослеть, то есть, выйти с этого возраста и перерасти в другой, нужно посмотреть, а что вас держит в этом возрасте. То есть, какие травмирующие ситуации, какие переживания. И, соответственно, они могут вас как балласт, ну, как бы прикручивать к этому возрасту. И отработав их, тогда естественным образом вы вдруг начнете мир по-другому воспринимать, и у вас пойдет личностный рост, или духовный рост, или рост вашего психосексуального возраста. Ну, в принципе, это одно и то же. И тогда появится возможность любить зрелыми чувствами. Это как раз самый важный критерий, какого уровня чувства вы демонстрируете. Он показывает ваш внутренний возраст. Поэтому с этим надо просто работать. Смотреть, что вас сдерживает. Так. А, ну да, вот это. Продолжайте то, что ваш муж готов разводиться по мелочам, воспринять переписку с другом как измену. Ну, понятно, травмы есть. Но сначала со своей посмотрите. Так, изменял. Так. Код спрашивает 994. Я помню из вашего интервью, как в молодости сами себя вылечили от псориаза. У меня в августе случился переезд в другую страну с детьми, где за месяц до отъезда руки покрылись экземой, и стали высыпать лицо. Чего не было. Не проходит уже 4 месяца. Что делать? Код 9994. Надо посмотреть. Любые кожные проблемы – это тревога. Тревога расставания. Может быть, то место, где вы жили до этого, вам нравилось больше, чем живете вы там. Соответственно, либо надо возвращаться. Одно из двух, если это действительно так. И вы просто сопротивляетесь этим изменениям. Либо принять те изменения, которые есть, и получить от них удовольствие. Сдерживающим фактором может быть, еще раз говорю, что страна, из которой вы уехали, для вас гораздо лучшее место, из которой реально лучше. И тогда вам ваше тело говорит, слушай, не делай эту глупость, откажись от нее. Либо второй момент. Вас морально что-то держат там. Не знаю, родители, может быть, держат. Вы от них уехали, они вам названивают и говорят, ты нас бросил. Я домысливаю, но вариантов может быть миллиард того, что у вас лично происходит. С этим надо разбираться. Вы это знаете лучше. Соответственно, я вам дал наводку. Как разобраться с этой тревогой, с тревогой расставания. Кожные проблемы – это всегда размыкание связи с самим собой. Тревога – это куда-то выходит. И выходит она наружу. Обнажается. То есть, вы ее прячете, а она обнажается, она вылезает. Соответственно, для того, чтобы эта тема прошла, нужно первичный источник тревоги, его просто нейтрализовать. Иногда это делается путем переезда, в вашем случае. А иногда это делается путем самоанализа и работы с внутренними переживаниями, которые являются пусковым крючком. Как только это проходит, через короткий срок кожа сама восстановится, и проблем как будто и не было. Кожа восстанавливается достаточно быстро. Так. Елена Раниук. Спрашивает. Никогда не была одна и не переживала по этому поводу. Мне 42 года, и я не замужем, но живу с мужчиной 20 лет вместе. Что-то во мне не так. Ну, может, все так. Елена, вы живете в той жизни, которая вам хочется, и чего тут такого? Если вы реально бы хотели выйти замуж или детей родить, а может, они у вас с детьми, я же по этой статье не вижу. Я не могу считать, что у вас что-то не так. Это ваша жизнь, и вам ее оценивать, как она, так или не так. Если бы вам, мужчина, вы жили бы 20 лет, он бы постоянно вас гнобил, издевался и так далее, я бы не понимаю, что эмоционально это есть проблема. А вы тут ни одной проблемы не указываете, поэтому дай бог, значит, у вас все хорошо. Так, мужчина остался. Муж говорит, уходил пару раз и опять вернулся. Говорит, что не знает, любит меня или нет, что ему важны дети. Что делать? Хочу, чтобы меня любили, а не ради детей. Значит, Оля, на самом деле, видимо, вы не читали мою книгу. Важно, чтобы не вас любили, а чтобы вы любили. Потому что зрелая любовь, это когда ты любишь и получаешь от этого процесса огромное удовольствие. Если вы все время ждете, то это созависимые отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому качество ваших отношений страдает. Вы, будучи в браке, ведете себя как недолюбленный ребенок, которому нужна еще одна очередная игрушка в виде каких-то паттернов поведения в вашу сторону, и вы жить без этого не можете. Типичное детское поведение. К взрослой жизни на самом деле не иметь никакого отношения, хотя много семей живут именно по этому созависимому сценарию, от которого приходят страдания, собственно, что мы и у вас и наблюдаем. Поэтому купите мою книгу, их там еще какое-то количество осталось в продаже, в интернете можно заказать, или в электронном виде, или в аудиоформате. Почитайте про этапы формирования любви, проникните этой информацией и начните менять свое поведение. И тогда жизнь наладится. Трое мальчишек Елена дополняет. Ну, прекрасно у вас все, что там? Что менять-то повторно? Что-то у нас сбой небольшой по связи произошел на какое-то время. Так, еще один вопрос, друзья. Мы скоро будем заканчивать. Время наше выходит, да? Еще максимум пять минут осталось. Так, мой сын живет на два дома. Три-четыре дня со мной, три-четыре дня с бывшим живем в одном городе. Страдает психика или это более-менее нормально? Ну, спросите, устрадает он от этого или нет. Ну, то есть здесь надо смотреть по ребенку. Как у нее там реагирование на эту тему? Я же не могу сказать. Я же его не вижу, да? Ну, лучше, чтобы человека был один дом. Зачем ему два? Не, ну, два, если у него, допустим, образ жизни такой, да? Один где-нибудь на море, а второй где-нибудь в городе, да? Где он больше работает, больше времени проводит. Это нормально. Поэтому страдает ли психика вашего сына, я не знаю. Так, Шалимова Наталья. Муж говорит, что я очень много плюсов, например, кресло ребенку в автомобиль. Необходимое. Но я прям много прошу все уж. Думаю, самой что ли купить все. И поставить молча. Так, это о чем? Какие-то нюансы начались. Связаны с финансами? Я очень много плюсов. Шалимова Наталья. То есть немножко непонятно, что вы имеете в виду конкретно. Что вы сами можете все купить, и это прекрасно. И ваш муж рад по этому поводу. Либо что? Либо вы себя осуждаете за то, что ваш партнер никак денег не может заработать. Поэтому тот дисконект, он может быть из разных тем связан. То есть бытовые вопросы не обязательно связаны чисто с бытом. Вот у меня в книге написано, что четыре важных сферы, которые надо проанализировать. Это образ жизни, это деньги, это дети. Обязательно. Все моменты из сексуальной сферы надо учесть. Потому что если что-то выпало из вашего анализа, вы объективную картину не видите. Вы видите только последствия ее. Так, Елена Иговенлава. Что-то как-то у вас ник такой немножко непонятный. Друзья мои, рекомендую всегда с никами поступать просто. Пусть они будут чем проще, они читаются, тем лучше. И фотографии более, так сказать, где ваше лицо видно. Потому что это несет огромную информацию. Если вы к миру открыты и гармоничны с ним, вы всегда свое лицо подставите. Если вы не доверяете миру, у вас будет спина. Если вы агрессивны, вы в полоборота будете смотреть. Это на самом деле с точки зрения психоаналитической работы вообще показывает, кто вы. Ну, с точки зрения вашей личности. Поэтому по аватаркам можно многое понять. Поэтому учтите эти вещи. Чем четче вы себя называете, яснее вас можно прочитать. И ваше лицо открыто. Во-первых, с вами проще контактировать. Во-вторых, вы себя лучше понимаете. Когда я по аватаркам проводил этот конкурс, кто в нем не участвовал или ничего на эту тему не знает, полистайте мой инстаграм, вы там увидите, какой аватар несет информацию и как ее можно менять. То поменяв даже просто аватарку в инстаграме, здесь вот кое-что происходит в голове. Так, здравствуйте. Поняла, что два человека выкапывают из меня энергию. Это сын и свекровь. Получается, что мне не нравится в нем, что есть в ней. Понятно, значит, как сын может выкапывать, конечно, информация. Ну, понятно, дети тянут немного энергию и внимания. Но это их функция, тянуть из вас чего-то такое. А ваши функции – давайте это без всяких проблем. Поэтому, собственно, и вам нужно что-то сделать. Разобраться с этим вот треугольником, да, то есть свекровь здесь еще, чем она напоминает, простить им все, да, и полюбить этих людей такими, какие они есть. Во-первых, сына, во-вторых, свекровь. И тогда проблема исчезнет. Может быть, вы не сначала слушали мой сегодняшний спич, наш прямой эфир. Поэтому я надеюсь, что я его сегодня запишу. И на своем канале на YouTube я его выложу сегодня. Поэтому, собственно, вы ничего не потеряли. Но если вдруг прослушали начало, послушайте потом записи в течение суток. Я думаю, что оно на моем канале появится. Так, Елена Ранник, я счастливый человек, вы мне дали это понять. Классно? Здорово. Ну что, друзья мои, будем тогда заканчивать наш прямой эфир. Мы почти час уже без четырех минут. Наше время подходит к концу. Я вам благодарен за то, что вы слушали то, что я вам сегодня передавал. Надеюсь, что вам это поможет самостоятельно решить вопросы. Если вдруг нет, есть профессионалы, есть литература, не нужно доводить дело до абсурда. Всегда идите на встречу себе и адекватно оценивайте свое положение вещей. Так, ладно, последний вопрос. Джамира, скажите, пожалуйста, если не было ранее позитивного семейного сценария, как можно сформировать для себя другой сценарий? Вот так и сформировать, начать его каждый день строить в позитивную сторону. Все просто. Если вы раньше не качали свои грудные мышцы, не отжимались от пола, вы начнете отжиматься, пусть у вас один раз сегодня получится. Завтра два, потом пять, десять и пятнадцать. И таким образом вы сформируете ту грудную клетку, которую хотите. Семейной жизнью то же самое. Каждый день добавлять чего-то. Пределов нет. Вот абсолютно не существует. Всегда есть, что нужно улучшать. Пределы люди устанавливают, что все, быт, все, вот мы сформировали, больше ничего делать не надо. А на самом деле семейная жизнь – это упорный труд. Но труд, который благодарен, который должен приносить удовольствие. То есть я предлагаю вам стать с точки зрения семейной жизни трудоголиками, которые получают от этого удовольствие. И тогда все будет складываться очень позитивно. Вы будете легко решать жизненные задачи, вы добьетесь совместно больших успехов, и у вас все будет хорошо и с сексом, и с деньгами, и за здоровьем. Ну и все какие-то сложности, которые будут выпадать на ваши плечи, вы всегда их разгребете совместно или каждый по-своему, но поделитесь результатом. Вот все очень просто, друзья мои. Ладно, до новых встреч, до следующего понедельника. Тему я озвучу потом. Если будут какие-то пожелания, вперед можете написать в директе. Я это все дело учту. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok